Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 уходит. Срам Мухаммад 9 аят. Смотрите, насколько опасен аят. Насколько мы должны любить шариат, насколько мы должны придерживаться всего того, что в нем пришло. И от него не отдаляться ни в коем случае. И Шей даже говорит, это очень опасно. А причиной это является измышление неверных, которые отвращают от ислама и подбрасывают сомнения, видите, сомнения. Неверные друзья шайтанам. И они подбрасывают сомнения мусульманам. И подбрасывают сомнения тем мусульманам, которым неизвестно закон о положении ислама. Важным из которых является дозволенность многоженства. И в этом польза, в первую очередь, для самих женщин. Как мы вчера этот аспект разбирали. Да-да, женщины, конечно, сестру удивят, скажут, вот еще выдумали, совсем уже у них скатушек послетали. Но это действительно так. В этом польза для женщин, в первую очередь, Аллах Смоталя, беспокоясь об их судьбе, о наших сестрах в исламе, он не спасал от законоположения. Это для них польза, а потом уже для мужчин. В Аллахе это так. Фатфа аль-Фаузан 251. Поэтому не надо говорить, мне мусульмане так, так, у нас среди мусульман проблема. Нам разобраться здесь, решить этот вопрос. А потом, иншаллах, мы уже будем говорить, это то-то. Когда ты укрепишься, за что бы ни говорили, какие бы стрелы ни кидали, поговорка очень хорошая есть. Собака лает, караван идет. Собака лает, караван идет. Пусть как хотят лаять. Твой караван, ты будешь идти дальше. Когда ты, конечно, слабый. Когда у тебя дырки в твоей защите. У тебя сердце как решито. Туда кто хочет залезть. И мусульмане, и не мусульмане. У тебя нет защиты. У тебя нет такого крепкого имана. У тебя нет упования на Аллах Смоталя. Тавакюля Аллах, ты вообще говоришь, это кадр Аллах. Ты не знаю, что это предопределено. Ты бунтуешь. Тебе не нравится то, не нравится это. О какой защите и устойчивости можно в этом случае говорить. И поэтому мы видим сегодня, что, к сожалению, вот это демократическое общество, еще повторю, творится полный беспредел. Любовницы, геи, проститутки. Что только нет. Всего эта мерзость, что Асфантали всегда запрещал и уничтожал, она сейчас цветет красным цветом. Но эти же люди потом говорят, что мусульмане отсталые, древние, что они позволяют себе больше одной жены. Хотя мусульмане создают семью. Это с большой буквы семью. Такую же, как была у него. Вторую или третью. Нету такого числа. Это для удобства люди называют. А на самом деле, нормальный мусульман никогда не скажет, что эта вторая жена подразумевает, чем она отличается от первой. В Аллахе у тебя есть две жены, три, четыре жены. Они друг от друга ничем не отличаются. Кроме внешности, конечно. А закон о положении для всех одинаковые. Права у всех одинаковые. И ты обязан соблюдать их права. Поэтому это полноценные семьи с вытекающими отсюда последствиями. И мы говорили, что человек обязан покорить Сакурам и Сунны. Вот этого достаточно было бы. Может быть, вообще не разжевывать. Ну, а Улиаман Атоль Улиаман и православный сказал, что они наследники пророков, что они разжевывают каждую вещь шариат и пытаются до нас донести, нам принести пользу, чтобы человек еще больше укреплялся, еще больше понимал религию Аллаха, сам укреплялся, укреплял свою семью и разносил. До людей доносил. Делал дават. Сегодня у Руссмана больше ничего не осталось, кроме дават. И мы должны делать дават, объяснять людям вот так, вот так, вот так. Но только тем, кто хотят слушать. Если с тобой за это конфликтует, рождует, оставь их. Скажи, ладно, ладно, может я пойду. Потому что толку в этом нет. У вас спор, перерастет конфликт и так далее. Это бесполезно. Себе нервы побочишь с другим. Поэтому ты должен делать дават, но с мудростью, если у тебя принимают его. А у нас сегодня конфликты, а к чему это говорю? Потому что в семье такие конфликты идут. Сын пытается научить отца и мать, они от него не слушают. И кроме конфликта ничего не рождается. Оставьте ради Аллаха их. Уважительно относитесь и так далее. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, конечно, надо делать. По чуть-чуть. Одно-два слова. Ну, в корне, сразу за один день, как многие мусульмане, молодые хотят поменять, это у нас не получится. И поэтому у нас есть обязанность полностью покориться Курану и Сунни. И Аллах сматально повторяю, опять-таки, аят сказал, но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не изберут тебя о Мухаммад. Судьей во всем том, в чем они разногласят, припираются, в чем они спорят, не перестанут испытывать души стеснение от твоего решения, полностью подчиняясь решению послания Николая, и не подчиняться полностью Анниса, 65-й аят. И действительно, мусульманин, хоть с нами и нету послания Николая, но он, тем не менее, чувствует на себе решение пророка Мухаммада и это решение влияет на его жизнь. И он должен с благодарностью, без чувства стеснения принимать их, подчиняясь, а не то, что постоянно по любому поводу затевать спор. Если ему говоришь, вот так, вот так, смотри, Куран, Уляма, общество, все мусульмане, вот так говорит, мусульманин, и что такого? Вот эти два слова, и что такого? О них любой долин может разбиться. И все, и люди остаются. Виноват тот, кто не принимает, тот, что неспоста Аллах и его посланник. Вот в этом беда сегодня, мусульман. Это говорит, что человек из гордыни, немного высокомерий и так далее. Потому что он не подчиняется не то, что он думает, он не подчиняется оппоненту, который ему доказывает что-то или приводит Куран и Сунну. Он не подчиняется Аллаху и его посланнику. Вот в чем беда. Ладно, если человек от себя говорит, и не подчиняешь ему это ваши проблемы. Между собой, потом не olurрешиться. Но когда один говорит, что вширяется его так, вот так, вот так, а второй спорить начинает, и при этом говорит, а что такого? Это все. Вот это и есть неподчинение Аллаху и его посланнику. И Сурам Мухаммад, который я сегодня привел, аят, это как раз до них. Они не приняли то, что не спасал Аллах, и Аллах сделал тщетными идеями. Поэтому это очень опасно. Каждый мусульман должен подчиняться тому, что пришло в книге Аллаха, и о чем сказал пророк Мухаммад Усалям. Если по твоему делу, в котором у вас есть спор, Куран и Сунна говорят по-другому, ты обязан его сделать. Обязан. А иначе гнев Аллаха на тебе, и ты разрушаешь ряд. Поэтому думайте, когда что-то говорите или делайте. И мы вчера брали большой хадис. Это хадис последний аят Исфра Аль-Бакара, но иншаллах, кто хочет, потом спросит. Я сейчас его не буду озвучивать, потому что он длинный. И мы говорили о том, что все сподвижники, их дети и табиина, они беспрекословно подчинялись Сунне. И такой пример, даже Абдулла ибн Омар, когда рассказывал своим детям, вот тоже пример сподвижник в кругу семьи, и другие люди тоже слушали, он говорил, что не запрещайте вашим женам ходить в мечеть, когда они этого хотят. Но шах хадиса, раскрытие, когда женщина сделала дела дома, когда, конечно, дети у нее не плачут и так далее. То есть, если у нее нет детей еще или так далее, она просится поехать в мечеть. Не запрещайте, сказал посланник Ассалям. На что его сын Беляль, он был очень ревнив к своей жене, сказал, я буду это делать. Клянусь Аллахом, я буду это делать. И Абдулла ибн Омар очень сильными ругательствами, я вчера про это говорил, ну, мат, по-русски говоря, да, очень сильными ругательствами он обложил, можно сказать, своего сына. Хотя мусульманин, конечно, такие вещи не применяет и не говорит, но тут дело касал Сунны, Рок Саллаху Алейхи Вассалям. И он ему сказал, Абдулла ибн Омар, своему сыну, я тебе передаю слова про Рока Саллаху Алейхи Вассалям, а ты мне говоришь, клянусь Аллахом, я не буду это делать, я буду это запрещать, то есть, своей жене. И он очень сильно поругал своего сына, что находящиеся люди, они сильно удивились. Они сильно, потому что не ожидали услышать даже такие слова от такого уважаемого спадижника, большого ученого, но он защищал Сунну. И вопрос на этом закрылся. Вот так они ревностно относились к Сунне. И также ибн Омар говорил, тот, кто противостоит Сунне, проявляет куфр, проявляет куфр, проявляет куфр. Ас-Сираджа, 21 том, 122 хадис, шейх Альбань назвал хадис достоверным. Тот, кто противостоит Сунне, сказал Абдулла ибн Омар, сын Омар и Мухаттаба, проявляет неверие куфр. А это с этим мнением мы обязаны считаться, это мнение спадвижника, если ему никто не противоречил, оно принимается полностью, принимается полностью. Если это немножко отходя от темы, мы не обязаны у каждого бегать с подвижника и спрашивать, сколько намазов правоку повелел вам совершать или каким образом совершать, если один сказал пять и вот таким-то образом, остальные все, допустим, там было сто человек других спадвижников, они это слышали и промолчали, а что ему добавлять? Что с ним? Он правильно сказал? Мы молчим. То есть значит все с этим согласны. И это принимается как единогласное мнение спадвижника, это правило из в шариате. Если же кто-то противоречит, то тут надо смотреть, у кого доли сильнее, может кто-то забыл, если противоречит. А если один сказал и все молчат, ну человек правильно говорит, мы все это подтверждаем и знаем. Не обязательно все 100 человек хором должны сказать, да, он говорит, правильно, это было вот так. Молчание, все. И в этом случае тоже Абдулла ибнамар сказал, кто противостоит сунни, он проявляет куфр. Поэтому это опасное, очень опасное действие. Это не обязательно, что кто-то сунну оставил, надо всегда вот такфир делать. У нас много горячих братьев тоже, нет, нет. Но это просто говорит о большом грехе, который человек совершает, оставляя то, что приказал посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И в другом аяте Аллах, саллаху алейхи вассалям, говорит, Когда же они уклонились от веления пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, Аллах совратило сердца. Ассав, пятый аят. Когда же они уклонились от веления твоих, о Мухаммад, Аллах совратило сердца. Поэтому, когда человек уклоняется от сунны пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, Аллах спонтанит совращает сердца людей. Ассав, пятый аят. И мы говорили, что Аубакр очень хорошо понял этот аят, и он сказал, что Я никогда и ничего не оставлю из того, на чем был посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Так как я боюсь, лицеподвижник, так как я боюсь, боится, величайший, лучший человек на земле после пророка, как о нем сказал пророк Мухаммад Earnultz, боится. Мы сегодня не боимся, мы смелы, мы смелы. Как у другого сподвижника спросили, Аум Cameron Khattab, «Кто смелее тебя?» Он говорит, тот, кто оставляет намаз. Он не боится самого Аллаха, он не боится самого Аллаха. То есть, они прекрасно понимали, кто оставляет что-то из шариата, тот действительно смелый человек, он же не боится Аллаха, он смелый человек, а они боялись. И Аубак говорит, я боюсь, если я что-то оставлю, то мое сердце может отклониться от прямого пути. Сегодня мы оставляем сотни приказов, если не тысячи. И поэтому мы чувствуем себя замечательно, комфортно, не боясь, что наши сердца отклонятся, Аллах Сфаталь, совратить наши сердца, как он сказал в этом аяте, когда же они уклонились. Аллах совратил сердца, сурассав, пятый аят, и в другом аяте говорится, и этот хадис приводит от имама Ахмада, то, что он говорит, я в 33 местах в Уране нашел приказ подчиняться пророку Мухаммаду, саламу салам. В 33 местах. И потом он начал перечитать аяты, первый он прочитал аят. Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Как бы их не постигло искушение, или не постигли их мучительные страдания, говорит Аллах Сфаталь. Ан-Нур, 63 аят. Видите, как сподвижник говорит, что тот, кто противоречит, это куфр, не верит. Аллах Сфаталь говорит, мучительные страдания. Какие угрозы идут? Кто оставляет то, на чем был пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. Но это к чему? Это чтобы напомнить вам, насколько надо следовать Курану и Сунне. Насколько надо следовать, соответствовать званию мусульман, следовать Курану и Сунне. Насколько опасно оставлять что-то из Курана или что-то из Сунны. Не разделяясь. Ни в коем случае. А, эту Сунну можно выкинуть. Аллах Сфаталь грозит мучительным наказанием тем, кто противится его воле. Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. И во многих аятах Аллах говорит, а ты уллаху, а ты урасуль. И эти слова идут всегда вместе. Подчиняется Аллаху, подчиняется пророку. Подчиняется пророку, подчиняется Аллаху. Поэтому их очень много, эти аятов, вы можете и сами найти. И мы возвращаемся к нашей теме. Многоженство как раз-таки из шариата, из Сунны. Это приказ Аллах Сфаталь. Это Сунна, который велел пророк Сфаталь, который исполнял сам, который исполняли его сподвижники. И поэтому сегодня те, которые выступают против этого, они поступают очень неразумно. Если не сказать более тяжелым словом. Они поступают очень неразумно. Они противодействуют шариату Аллаху Смотт Али. Вот это беда. Если ты сам не можешь, ты не делаешь по каким-то причинам, даже если ты не согласен, пусть в твое несогласие, твой яд не выделит из твоего сердца. Пусть твое сердце останется. Тогда не распространяй это. Почему? Потому что твои слова противоречат словам Аллаха. Потому что твои слова противоречат словам Мухаммада, саллаху салям. Потому что твои слова противоречат действиям всех сподвижников, и ты противоречишь целой умми твоими словами. Поэтому ни в коем случае не распространяй свой яд. Скажи, аль-хамдулля, такое положение надо стараться выполнять. Хотя, может быть, в сердце у тебя другие какие-то мысли. Твои мысли с Аллахом, мы туда не лезем. Но не отвращай людей, чтобы Аллах Сфаталин не сделал тщетными твои деяния. Аллах Сфаталин сказал, давайте возьмем теперь, вот мы остановились на этом, как многожелство было узаконено шариатами. Аллах Ураник говорит, если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам, на двух, на трех, на четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши руки, десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости, а не не са, третий аят. И толкование этого аята, бывает так, что человек берет на обеспечение сироты, допустим. Среди них есть девочки, они вырастают, а потом он находит стеснение в общении с ними. И так часто было раньше тоже. Ну и сейчас, кто занимается вопросами сиротства, он может взять, а потом девушки вырастают, и что с ними делать? У него возникает смятение в сердце. Может быть, жениться на них, и этот шариат дозволяет, это будет очень хорошее, наоборот, дело. Почему? Потому что ты дальше можешь воспитывать эту сироту. И проблем нет, она уже будет другой статус приобретет, будет твоей женой. Но не всегда эта сирота нравится мужчине, и что с ней дальше делать? Вопрос стоит. И поэтому она аккуратно говорит, если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь. В приказной форме идет. Сейчас мы это тоже, сначала разберем этот аят. На других женщин, когда он нравится вам, на двух, на трех, на четырех. На двух, на трех, на четырех. И к этому аяту пророк Саласалям сказал, на женщин женится из-за четырех вещей. Мы этот хадис прекрасно знаем. Красота, богатство, положение и богобоязненность. Вы же держитесь четвертого пункта богобоязненности, сказал Рок Мухаммад Салаллаху Алейхи Вассалям. И сказал шариат Ибн Усаймин Рахимуллах, объясняя вот этот аят и объясняя хадис Саласалям. Так как набожная жена религиозная будет помогать ему, своему мужу, в подчинении Аллаху. И она более подходит для того, чтобы воспитывать детей. И будет верна ему в его отсутствии. И будет беречь его имущество и дом, в отличие от нерелигиозной. И в таких случаях тьма, когда муж только за порог, и жена начинает у него уже дурные мысли в голове. Потому что она не боится Аллаха, она не богобоязненная. Ведь поистине она может навредить ему в будущем, не богобоязненная. И поэтому посланник Аллах Салам сказал, стреми же жениться на соблюдающую религию. И если к ее религиозности добавится еще красота, и богатство, и знатность, то знай, что это будет свет поверх света. Нур поверх нура. Или благом поверх блага, говорит шейх. То есть мало того, что Аллах Салаталя дал тебе религиозную жену, но он тебе дал еще красиво, вот тебе еще один нур. Он дал тебе еще, допустим, состоянием. И она все состояние дает тебе, говорит, на пути Аллаха пускает, ты даешь садака, кормишь людей, пользуясь состоянием жены, которую она передала тебе. Это милость от Аллаха. Вот тебе еще один нур. И она еще знатная, в которой семья влияет на что-то. И человек, ты тоже можешь делать хорошие дела. Вот тебе еще один нур. И поэтому шейх Ибн Саймин говорит, это будет нур сверху нура, свет сверху света. Или же благо сверху благо. Шахмунки, Китарабуниках. И также, там же он сказал, что Ибн Саймин Рахимуллах, и будь уверен, если ты внял и последовал этому наставлению, наставлению кого? Посланник Аллах, саласалям, подчинился его приказу, то есть жениться на религиозной девушке, которая дал тебе лучшие створения Аллаха и более достойный, говорит шейх, чтобы прислушивался ты именно к его наставлению. И тогда, возможно, она изменится, твоя жена в твоих глазах. Даже если это будет, она уступает красотой, однако будет богобоязненной, праведной, то в твоих глазах она может представить одной из красивейших женщин. И обратите внимание на то, что одной красоты недостаточно, говорит шейх. Иногда бывает так, что женщина является красивой сама по себе. Аллах ее такой создал. Однако в глазах мужа Аллах представляет ее некрасивой. Потому что восприятие красоты, видение, понимание друг друга, любовь, это все от Аллаха. И он спонтанно может в сердцах людей это укоренить, а может и изъять. И тогда его жена будет, она для всех людей мужчины земли супер красавицы, а у него никакого влечения, интереса к ней не будет. Почему? Потому что она не религиозная. А он хотел бы религиозной женой. И все его сердце остывает из-за того, что она что-то не принимает, или же полностью шариат, или что-то оставляет из шариата. По этой причине Аллах спонтанно убрал из сердца мужа, привязанность к жене. А это для жены самое страшное. Ведь муж для жены это ее рай и ад. И это будет наказание для жены, то что в сердце ее мужа нет к ней привязанности. Нет к ней привязанности. И она в ее глазах выглядит непривлекательно, хотя она супер красавица. Но он хотел бы видеть религиозную жену. И даже может, говорит шейх, дальше быть такой, что люди восхищаются ее красотой. Говоря о ней тогда, как для мужа, она является некрасивой. Ведь сердца людей в руке Аллаха, говорит шейх. И свято он и велик. И если примешь это наставление, то, несомненно, результат будет похвальным. Как если бы ты пошел советоваться к самому посланнику Аллаху Саламу. А он посоветовал бы тебе жениться на той, кто соблюдает религию. Шах-булюб аль-марам. Также Бухарей и Муслим приводят хадисы о том, что посланник Аллаху Салам сказал. Воистину я женюсь на женщинах. Женюсь на женщинах, говорит. Смотрите, тут везде идет множество числа. И Аллах в Уране говорит, даже в других аятах. Вы можете послать, все равно не са, все равно развод. Аллах Сфат Али говорит, женитесь на них и отпускайте их с миром. Не говорит ее одну жену. А женитесь на них и отпускайте их. Везде множество число. С миром. То есть, как женить для тебя должно быть справедливость. Ты должен это мирно делать, так и с развода. Ты должен это делать мирно. Ты же мусульманин, я на мусульман. То есть, их Аллах Сфат Али везде упоминает множественное число. И здесь тоже посланник Аллаху Салам говорит, воистину. Я женюсь на женщинах, на женщинах, а всякие. Кто не желает следить моей сунны, тот не имеет ко мне никакого отношения. Тот не имеет ко мне никакого отношения. Хадис приводит Аль-Бухари и Муслим. Но этот хадис известный. Даже вот домашняя данная, поищите его. Номер не буду говорить. Также имам Мали Ахмад Тирмизибин Мачо приводит хадис о том, что посланник Аллаху Салам сказал, был такой сподвижник, который принял ислам, может быть вы про него слышали, Айляин Ибн Умайя Ас-Саковьи, из племени Саковьи. У него было 10 жен, и он принял ислам. Но вот видите, еще один долель на то, как тогда поступали с женщинами. Неограниченное количество жен можно было иметь мужу. Сто, и вот сотая ждала, пока он к ней придет. Сто дней нет у его мужа. Она три месяца, три месяца сидит ждет. А что ей делать? Она жена. Она будет сидеть хоть сколько. Но шариат сократил это число до четырех. Он узаконил женщину в ее правах. Он поднял ее, он возвысил ее. А сегодня каких только слов грязных не услышишь в адрес шариата. И вот этого сподвижника, Айляна Ибн Умайя Ас-Саковьи, было 10 жен. Было 10 жен. И он принял ислам. И тогда посланник Аллаха Саллаху Алейхи Вассалям сказал ему, выбери четырех из них и разведись с остальными. Выбери, кого хочешь оставить. Четыре себе оставь. По шариату тебе можно. А остальных отпусти. Остальных отпусти. И мы видим, что так сподвижник их поступил, потому что 10 жен. Это харам мусульман сразу имеет. Он имеет максимум право иметь четыре жены. Он оставил четыре, остальных отпустил. И вот представьте, четыре жены уже более-менее полноценная семья. Правильно? Женщина, ну хотя бы раз в четыре дня, или как они договорятся, она будет видеться у мужа. Дети будут расти под опекой и так далее. И в правах еще узаконил и уравнял. Практически с мужчинами. Потому что женщины имеют право на многое. И неизвестно еще, кто в рай за этот первый. Муж или жена. Кроме того, что жена должна подчиняться мужу. Также имам Аль-Бухари приводит хадис, где Саид Ибн Джубейр говорит. Спросил меня однажды Ибн Аббас. То есть беседует два сподвижника. Два великих сподвижников. Саид Ибн Джубейр, мы его хорошо знаем. Ибн Аббас. На Саид Ибн Джубейр, извиняюсь, это Табиин. Ибн Аббас у него спрашивает. Ты женился? На что я ответил нет. Тогда он сказал, женись. Ибн Аббас, можно сказать, лучший. Он Ибн Масуд, лучший толкователь Курана. И вот Ибн Аббас ему говорит ради Аллаху Ангу. Женись, воистину лучшие в этой общине те, кто имеет большее число жен. Лучшие в этой общине те, кто имеет большее число жен. Видите, и сподвижники также понимали этот вопрос. Лучшие, они говорили, в этой общине те, кто имеет большее число жен. И многоженству также. Тут никаких сомнений. Просто переведем, чтобы наш иман немножко укрепился. Мы правильно понимали этот вопрос. Это было естественно сунны праведных халифов и всех сподвижников. Давайте рассмотрим 10 обрадованных раем, потому что они отдельно стоят, и просто нам обрадовало их раем еще при жизни. И вот, что говорит Улямаш, что говорит нам история ислама. А Убак Расседык, первый в этом списке, ради Аллаху Афу, в течение жизни имел 5 жен. 5 жен. И тут перечитают их имена, но я не буду сейчас перечитать их имена, и это 5 жен, говорят ученые, не считая наложниц. Сколько было наложниц, мы не знаем. Ну, если покопаться, может быть, узнаем, а так у него было 5 жен, но это не одновременно. То есть, может быть, 4 жены было, потом она одна умерла или развелся, надо вопрос уточнить просто. И всего у него было 5 жен, не считая наложниц. Табакат Ибн Саад, 3 том, 169 хадис. Омар Абнхаттад, ради Аллаху Афу, в течение жизни имел 9 жен, 9 жен, а 5 не считая наложниц. Потому что, когда были походы, они завоевывали женщин, женщины принадлежали мужчине, и он мог с ней сожительствовать, не вступая с ней в брак. Но если человек хотел по шариату, он может ее освободить, он сделать ее женой, и, пожалуйста, жить с ней как по свободной женщине. И это сунна права Халсалям тоже. Осман, ради Аллаху Афу, в течение жизни был женат на 7, или ученый расходит, или 8 женщин, на 7 или 8 женщин. Али ибн Абуталит, ради Аллаху Афу, в течение жизни был женат на 8 женщин. Тольха ибн Абубайдуллах, ради Аллаху Афу, в течение жизни был женат на 11 женщин. Зубайр ибн Аляуан, апостол, посланник А.Салям, как о нем сказал Павел Саалям, в течение жизни был женат на 11 женщин. Саад ибн Абу Акас, лучник, правок салам, в течение жизни был женат на одиннадцатых женщинах. Абдурахман ибн Ауф, ради Аллаху Аху, в течение жизни был женат на пятнадцати женщинах. Саид ибн Зейд, в течение жизни был женат на десяти женщинах. Абдулла ибн Омар, в течение жизни был женат на шести женщинах. Ну, дальше уже сподвижников много. Мы взяли таких самых главных, известных, обрадованных раем, и мы видим, что они беспрекословно следовали суньи, правок салам. И течение жизни даже у них 15, 11, 10, то есть такое число, да, для нас сейчас фантастическое кажется. А для них это было естественно. А все почему? Потому что мы не понимаем шариат. Даже я неправильно слово сказал, не понимаем. Мы не принимаем шариат. Не понимая его, сколько тебе лезет, но ты обязан его принимать. А вот здесь у тебя болезненные проблемы, включая меня и сидящих здесь в зале и других мусульман. Не принимаем, кроме какого-то небольшого количества мусульман. Не принимаем, наше сердце, естество начинает противиться. Как же это так? Это не может быть хорошо. Это и так далее, и тому подобное. Это в Аллахе от шайтана. Это в Аллахе от шайтана. И жизнь сподвижника, вот если посмотреть на них, из этого числа, кто был богатый? Осман, Сад ибн Абу Акас, Абдурахман ибн Ауф. Вот известные, кто были богаты. А остальные не были богаты. И тем не менее, у них было много жен. А у этих троих, да, у них было состояние, и они могли бы себе тоже позволить. Просто делать вот в Имане, богобоязненность, принятие то, что не спасла Аллах и его посланник. Поэтому, говорит Уляма, тот, кто отрицает и запрещает многоженство, отрицает. Во-первых, вот этот Куран, Ваяк, где Аллах Маттай сказал, что Мухаммад, да? Тот, кто не принимает то, что не спасла Аллах, Аллах сделает тщетными все его деяния. Тщетными все действия или противится тому, что не спасла Аллах. Там тактовка разная. Или выступает против. Разницы нет. Это все суть одно. Аллах сделает тщетными его деяниями. Ничего от этого человека не примется. А это значит, что он попадет в гнев Аллах. В гнев Аллах. И поэтому Уляма говорит, что кто противится, отрицает, запрещает многоженство, тем самым противоречит Курану, Сунни, правоку Мухаммаду, и том, на чем были праведные причастники, сахабы, салифы и табирин, потому что они все были на этом, то, что было неспособлено Мухаммаду саллаху алейхи вассалям. И когда, смотрите, что у ляма дальше разъясняет по этому вопросу. Очень интересная тема, и вот как в Куране это все расписано, да, мы же читаем, мы же не обращаем внимания, мы же испарабски научились читать, мы чик-чик нам ближе прочитать день. Ну хотя бы прочитать, аль-хамду-ляй, если мы читаем. А так, Куран пылится на полке и будет потом доводом против нас. Аль-хамду-ляй, если кто-то берет Куран, читает, а что там сказано? Да зачем это надо? Зачем надо? Вот мне намаз прочитает, сказать что-то, что я не понимаю, этого достаточно. Но это неправильно. Это постоянно говорили, поставили у ляма, это неправильно. Куран не для того, чтобы тебя попугай повторял, а для того, чтобы брал туда мудрость. Вот посмотрите, какая мудрость вот в этом вопросе. И когда Севышний Аллах говорит у ляма, обратился с повелением, заключает браки, ноше число, то первое, что он упомянул, первое, что он упомянул, Аллах смоталю, было многоженство. Было многоженство. Первое приказ, он не говорил там, иди женись и живи. Первое, что он упомянул, было многоженство. Потому что везде приходят с ними, их, имеют в виду женщин и так далее. В множественном числе, множество число. Это повеление Аллаха наилучшим образом разъяснил посланник Аллаху салям своими словами и делами, говорит у ляма. И это повеление Аллаха наилучшим образом разъяснил пророк Мухаммаду салям, чем? Своими делами, словами. И изъяснили нам это положение своими действиями его праведной халифа из Подвижники, Ридван Лохи Алейх. И действительно, многие же обвиняют послание к алсаляму. Я опять не говорю про немусульман. Это понятно, что там будут говорить разные ереси, чушь. Мы уже к этому должны как бы, ну, без всяких таких эмоций. Потому что, ну, а что им остается? Что ислам распространяется, ширяется мудрость, польза мусульмане, не умирают от водки и так далее. Ну, хотя бы вот таким вот очернить. Ладно. Но среди мусульман есть такие глупые, которые слушают востоковедов и говорят, что посмотрите, он, Субхан Аллах, вот он женился на маленькой девочке, он то-то, он все-то, он любил женщин и так далее. Говорят про самого послания к алсаляму. И можно возразить таким образом. Он был женат на Хадидже. Одна была у него жена. И в это время он был каким? Молодым, полным сил. А еще что у него было? Богатство было. Богатство было, деньги. Он мог позволить себе. Кто-нибудь тогда ему запрещал иметь больше жен? Да хоть сто иметь. Мы сейчас переводили Асары, Хадис, про спадижников, это было десять жен. Это был норма. Ты мог десять, пятнадцать, двадцать, и ни одна женщина не могла тебе сказать. Потому что все бы удивились, как он тебе запрещает. До такого в голову не могло прийти. И Хадидже, она бы никогда не пошла против воли мужа, настолько она его любила и почитала, и уважала. Но это был выбор самого посла Николаса Саляма. То есть, он, говоря по-русски, не был бабником, который лишь бы за женщиной бегать за юбками. А он же беля. О чем о нем говорят? Когда у него было богатство? Когда у него была сила? Потому что он молодой был. Двадцать пять лет женился на Хадидже. Ну, прошло там еще пять лет, он мог бы еще жениться, да, за сорока лет, до своего ниспослания пророчества. Когда ему было ниспослано пророчество. Но он же этого не делал. Это говорит о чистоте человека, о его целомудренности. То, что ему вот это лишь бы не надо было. А почему он начал потом делать? А потому, что пришел приказ Аллаху спонталя. А он, как посланник, как его пророк, как посланник, увещеватель людей, он первым должен выполнять все, что сказал Аллаху спонталя. И поэтому, когда пришел к Уране, повеление, жениться, Аллаху спонталя, это сделал в множественном числе, два, три, четыре, правосудам сразу же приступил к действиям и начал жениться. И у него, да, ему Аллаху спонталя, ему одному, это было привилегия, правосудам разрешил иметь одновременно девять жен. Девять жен. И это только ему. Остальные мусульман четыре жены. И до этого он не женился. Была одна жена. Ну, потому что человек так жил. А когда не спасался приказ, он, как пророк, как любящий Аллах, как его раб, он сразу же начал делать этот приказ. А за ним начали выполнять сподвижники. А за ним начали выполнять сподвижники. И поэтому практически не найдем среди сахабов такой семьи, где была бы одна жена. Ну, потому что, что об этом вопросе, почему, сейчас послушаем шейха, уляма. И спросили шейха Абулятиз ибн База, рахимуллах. В браке основой является многоженство или одна жена? Вот такой вопрос спросили у шейха, да. Сейчас мы что, у каждого здесь основа какая? Одна жена. Да, спрашивают у шейха. Мы сейчас видим, что, оказывается, все-таки наша основа трещит по швам. И спрашивают у шейха, в браке является основой многоженства или же одна жена? И он ответил, в шариате многоженство является основой. Является основой. Почему? Откуда взял? Куран Сунна. Куран Сунна. Шейх Алин упоминает это. В шариате многоженство является основой для того, кто способен на это. А в основе тоже говорит, если вы можете, жениться на двух, трёх, четыре, а если вы не можете, ну человек больной может быть. Или крайне бедный может быть. Ну некуда он сейчас вторую жену привезет. Или так далее. То есть бывают какие-то форс-мажорные обстоятельства. Ну или болезни. Поэтому среди сахабов, они уже подозрительно относились к человеку. Почему у него одна жена? Потому что это не было основой. Значит что-то с ним беда не в порядке. Ну если у него здоровье, ну тут уже что подержит от Аллаха. А если он не женится, может быть у него финансовое положение, они уже думали как помочь этому человеку. Про это говорит шейх Абдул-Азиз ибн Бас, что в основой является многоженство для того, кто способен на это. И не опасается для себя несправедливого отношения к женам. И это потому, что многоженство содержит много пользы и блага. По причине этого, говорит Ай-Шейх, оберегаются половые органы от греха. Проявляется благочестие к женам. Человек учится быть мудрее. Он ценит и ту жену, и эту жену. Он хочет довольства Аллаха. У него появляется сабр, терпение. И многие-многие качества Аллах наделяют его. Уже ветер с головы уходит. Кстати, он скажет, ветер в голове попутно не бывает. У кого есть, надо, чтобы он быстро оттуда улетел. Значит, по причине этого оберегаются половые органы, мы сказали, от греха. Проявляется благочестие к женам. Увеличивается потомство. Действительно, мы же хотим, сколько тут мусульман, о, дети, надо, что. А что, а как? Ну, надо, конечно, дети, да, должны быть большие семьи. А как ты должен сделать? Как тебе? Как ты? В форчику залетить, что ли, ребенок? Каким таким образом? Если у тебя будет семья, если у тебя будет жена, если ты будешь нормально относиться к женам, если ты будешь делать дуаллаху, брать причины. А причины вот тебя так указал. Женитесь, говорит. Тогда вас мотали даст. Потому что от союза мужчина-женщина обычно рождаются дети, если кто не знал. Да, так что женитесь. А то в футбол только играете. Поэтому шейхи говорят, что это основа. Это основа в шариате. Подожди, но сегодня быть не вредом. Но все мечтают. Вот у меня будет сыновья, у меня будут дети, я их обучу. Ты подожди, ты причины возьми, субханаллах. Откуда у тебя что будет? Ты еще сам. Никуда, никакого причала прибиться не можешь. Поэтому тут надо брать причины и смотреть, что говорят ученые по этим вопросам. Они говорят, что это основа. Они, как нам говорят, это сонно, это можно сделать. Это основа. Наоборот, это основа. А вот то, что ты делаешь, допустим, женился и все, говорит. Да, допустим, я не могу и так далее. Ну, еще какие-то причины. Я не знаю, какая же твоя причина. Сейчас не буду обсуждать уже сердца людей. Но это не основа, то, на чем ты стоишь. То, на чем ты стоишь. Увеличивается потом, что говорит шейх. Вследствие чего увеличивается и число всей мусульманской общины. И действительно. А через кого ислам распространять? Через людей. Приходят, ислам принимают. Ислам распространяется. Наши дети вырастают. Мы их обучаем. Ислам распространяется. Они, в свою очередь, распространяют дальше. Делают дау. Отражают своих детей. Ислам увеличивает и распространяется. В этом же благо. Мы же хотим довольства Аллаха. Мы хотим благо. Так надо брать причины. Надо брать причины. Увеличивается число всей мусульманской общины, говорит шейх, дальше. Тех, которые будут поклоняться одному Всевышнему Аллаху. И на это указывают слова Всевышнего Аллаха. Дальше он приводит аят. Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам. Женитесь на других женщинах Аллаху. Это первый приказ о женитьбе. То есть множество числа идет. На двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которым вы овладели. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости. Ан-Ниса, третий аят. И также шейх дальше говорит, приводит другой аят. В посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас. Сураль Асхаб, 21 аят. Также шейх дальше говорит. Также передавит, что Анас ибн Малик, ради Аллаху Анху, рассказывал, что трое мужчин подошли к домам супруг посланника Аллаху, и начали интересоваться тем. То есть жены, которые живут, они подошли и начали интересоваться тем, как поклоняется пророк, саллаху алейхи вассалям. Когда им рассказали о том, как он поклоняется, они сочли это недостаточным для себя и сказали, куда нам до него, ведь он посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Аллах простил ему все предыдущие и будущие грехи. Затем один из них сказал, отныне я буду молиться все ночи наприлет. Второй сказал, а я буду поститься всю жизнь и не стану прерывать пост. А третий сказал, я же откажусь от женщин и никогда не женюсь. Тут пришел посланник Аллаху алейхи вассалям, другому ревайте, говорит, что ему передали, а потом он залез на Минбар, восхвалил Аллаха, покраснел от гнева его лицо. И он сказал, кто сказал такие слова? Это вы сказали такие-то слова? Клянусь Аллахом, я являюсь самым богобоязненным и благочестивым среди вас. Однако я соблюдаю пост и разговляюсь. Молюсь и сплю, а также женюсь на женщинах. А всякий, кто не желает следовать моей сунни, не имеет ко мне никакого отношения. И дальше шейх говорит, эти великие слова посланника Аллаху алейхи вассалям относятся к нашему вопросу. Конец слов, шейх Ибн Бааза. Шейх дает. То есть, конечно, кто-то сразу спешит, вот и так делаешь, не нужно. У каждого свои причины. Женился, аль-хамду-ля, семью уже создал, уже хорошо. Сегодня сестры ходят незамужние, братья не женаты, и никак у них не получается состыковаться. Я не знаю, познакомиться, что-то поговорить. Не хотят, просто не хотят. Ищут какие-то идеалы, выдумывали и так далее. Но нету таких людей, которых не было бы каких-то недостатков. Нету просто, не существует. В любом человеке есть недостатки. Мудрость состоит в том совместной жизни, что с мудростью преодолевать эти недостатки, чтобы дополнять друг друга. Женщина дополняет мужчину, мужчина дополняет женщину. Таким образом они помогают зубу войти в рай. Вот на этом строится Никах. Мы это на той неделе говорили. Что такое Никах ради Аллаха? Мы это повторяли и говорили. Но это, это действительно так. Ты не найдешь без недостатков. Все равно что-то вот, ну как-то что-то. И в тебе то же самое. И в тебе то же самое. Но ты должен ради Аллаха делать сабр, исправлять потихонечку. И твоя жена будет справлять тебя, помогать тебе. И иншаллах вы даете в рай. Будет возможность, дальше будешь жениться. Но поэтому не стоит сразу осуждать это у нас. Вот у нас горячая голова. Или же этого они занимают, или же другую. Или же сами ничего не делают. Или же моментально начинают осуждать. Нет, просто у каждого свое положение. И иншаллах может человек стремиться. Мы действительно не знаем его положение. Может быть он искренен перед Аллахом. Это его дело с Аллахом. Но главное, чтобы люди не отрицали, не оставляли. Я вам специально столько аятов, столько хабисов привел. Где Аллах смотали угрожает. Где Пророк Саилам говорит, не являйтесь моей общиной. Это тоже угроза. Это проклятие, можно сказать, Пророк Саилам. Где сахабы также и понимали. Поэтому отрицать, людей отвращать. Ни в коем случае. Высказать какое-то свое мнение. Твое мнение никто не интересуется, если оно противоречит Курану и Сунне. Твое мнение должно совпадать с Кураном и Сунне. Тогда может что-то будет значить. А если оно не соответствует, как сказали и четыре имамы, и другие. И когда Абубака принимал присягу, Бая давал. Если я буду следовать тому, на чем был послан Николасу Саилам, что не спасал Аллах, подчиняйтесь мне, он сказал. Если же я не буду, остановите меня, не подчиняйтесь мне. Все четыре халифа так сказали. Все четыре великих имама так сказали. Бросьте наши слова. Если они противоречат словам послания Николасу Саилам. Если вы найдете хадис, который противоречит нашим словам, бросьте хабстенку. То есть они все говорили, они заочно были уже за. Если нашли какое-то положение, они про него не знали, они за. Они заочно вместе. С кем? С Аллахом его послания. С Аллахом его послания. Поэтому каждый должен свои еретические мысли, которые противоречат Курану и Сунне. Не только в этом вопросе. В Аллахе, братья, не только в этом вопросе. Не только в многоженстве. А в любом другом. Если твои мысли противоречат, они вытекают в слова. Аллах не будет тебя спрашивать в твои мысли. Пока ты не дашь им ход. Как ход? Первый сложишь свои слова, а потом действуй. Если ты не дашь им ход, как сказал поста Николай Ассалям, Аллах не рассчитает тебя. Мысли приходят и уходят. Но если они получили продолжение, все, вот тут беда. Поэтому еретические мысли по любому вопросу, касаемо религии Аллаха, каждый должен оставлять души к себе. И не распространять это на общество мусульман. И вот по этому вопросу говорит шейх Ибн Баш, что основа это многоженство. Более того, он поступал очень жестко, шейх Рахимулла. Здесь просто в этой работе нет этого примера. Он сам был слепой. И когда к нему приходили люди, он разговаривал, он по голосу слышал, что человек молодой, или, ну, по голосу же можно определить. Вот, и он спрашивал, как твое положение и так далее. Когда он слышал, что у него нормальное положение, вот там деньги, есть дом. Он спрашивал, ты жена? Да, жена. Сколько одна жена? Он выгонял срок. Он выгонял срок таких людей. Почему ты умерщвляешься умным, говорил? Почему ты еще не женишься? И он выгонял таких сроков в гневе, выгонял сроков. Почему? Потому что он расспрашивал, молодой, здоровый? Да. У тебя есть заработок? Есть. Дом есть? Есть. В чем не нуждаешься? Нет. Почему не делаешь сумным? Вопрос такой, на который не могли дать ему ответы, и поэтому таких выгонял сроков. То есть он жестко к этому вопросу подходил. Но это его мнение, конечно, это его способ, но это ученые. Это муфти бывшей Саудовской Аравии, признанные ученые, поэтому мы обязаны с этим считаться. И он правильно мыслил, потому что его мысли были основаны на Куране и Суне. На Куране и Суне. Но, опять-таки, он имеет право, он халям, он может давать фатвал, он может выгонять сроков и так далее. Никто не должен обижаться. Но наше положение немножко другое. Поэтому чересчут другу судить строго не нужно. И дальше улема говорят, что основой, или же, как говорят, очень-очень желательной сунной, является многоженство. И шариат побуждает нас к этому. Как сказал Всевышний Аллах. Женитесь на женщин, которые нравятся вам. Аниса, третий аят. Хафиз ибн Хаджир, Фатхульбари, писал по поводу этого аята то, что если приходит глагол, смотрите. Я говорю, что мы будем разбирать этот аят. Вот Хафиз ибн Хаджир, да? Это большой алин тоже. В Фатхульбари есть такой труд, сочинение, можете почитать, если, я не знаю, на русском языке есть или нет. Писал по поводу этого аята то, что если приходит глагол в приказной форме, а здесь Аллах спонтально говорит, женитесь, приказная форма. Тут нету, если вы захотите, или будет у вас возможность, может быть, подумайте и так далее. Нет, Аллах говорит, женитесь. То есть глагол в приказной форме, требующий выполнение чего-то, говорит шейх, требующий выполнение, что Аллах требует? Жениться. Требующий выполнение чего-то, то меньшее, на что он указывает, это на очень-очень желательность выполнения этого действия. И утверждает желательность многоженства. И если уже мы не возьмем как фарс, но потому что ученые все-таки не берутся брать как фарс, хотя это основа, то все-таки глагол в приказной форме указывает на мустахат, на очень и очень желательность выполнения этого действия. На самый меньший, они говорят, на что указывает этот глагол. Потому что Аллах спотали и дает в приказной форме. И Росуслям, его сахабы, они буквально принимали все это. Раз Аллах сказал, что тем более в такой форме, они же отлично знали арабский язык, сами арабы, и для них вообще это поэты, в то время язык, это был как бы свой культ до Ислама, и они буквально взяли этот приказ, начали выполнять. Поэтому мы сегодня перечислили, сколько было сподвижников жен. 10-15 в среднем. Видите, какие великие сподвижники, и по 15-10 было жен. Но ученые говорят, это меньше, а что же больше? Иногда это фарс для человека. Иногда это фарс для человека. Когда? Когда мужчина, ну просто, скажем так, энергичный очень. Энергичный, и одной жены для него мало. Когда он полон силы, энергичный, для него одной жены мало, тогда Уляма говорит, тогда для него является... А почему? Потому что ему одной жены мало, и он может попасть в грех Зина. Он может попасть в грех Зина. Энергия у него остается, и так далее, и поэтому он может попасть в Зина. Мы говорили, никах, положение никаха. Первый фарс, когда? Когда человек, пусть даже у него денег нет, и так далее, но если деньги еще лучше, он может попасть в грех Зина. Он смотрит на девушек, уже сам себя не контролирует, ему обязательно надо жениться. Потому что, мы знаем, Зина это харам. Избегать Зина это фарс для человека. А то, что ведет к фарсу, тоже является фарсом. И в этом случае, женитьба для этого юноши тоже фарс. Тогда он делает фарс избежания звена. Без женитьбы он этот фарс выполнить не может, значит, женитьба тоже становится фарсом. Вот так Ульяма объясняет это положение. В этом случае также, если мужчина очень энергичен, и, ну, его жена может быть, какие-то проблемы, еще что-то, ему одной женщине не хватает жены, и он может опять попасть в грех звена. Тогда для него многоженство является обязательным, чтобы избежать вот этого страшного греха по своей сути, о чем предупреждал Аллах и его посланник. И спросили однажды шейха, также Абдул-Азизе бен-База. Я женат уже много лет, имею несколько детей, живу, счастлив со своей семьей. Однако я чувствую, что он нуждается во второй жене, то есть мне не хватает, говорит, мужчина спрашивает. Потому что я хочу быть урановешенным, тогда как одной жены мне недостаточно, и я нахожу в себе силы для большего. А также я хочу иметь жену, которая была... Смотрите, вот вопрос правильно задает. Поэтому, чтобы получить правильный ответ, надо задать правильный вопрос. И этот мужчина говорит, а также я хочу иметь жену, которая бы обладала определенными качествами, которыми не обладает моя первая жена. Видите, как гармонично. У этой жены есть вот эти качества. Мужчина находит в ней успокоение, приходит, ему нравится то, что вот так, вот так, вот так. Но нет у нее то-то, то-то. Он идет в другой и находит в ней то, что нет у первой. И тогда он становится спокойным, равновешенным. Тогда человек уже действительно, у него нервная система равновешна и так далее, он находит в них успокоение, как Аллах с Матальей сказал. Ваше жену одеяние для вас. Ищите в них успокоение. И он находит в них успокоение. Они друг друга гармонично дополняют. И еще, у него, как он сказал, у него силы много, у него энергии много. И одной жены ему недостаточно, и не дай Аллах, о, аль-хамду-ля, многие мусульники держатся, но бывают разные ситуации, когда он просто-напросто может не совладать с собой, и тогда он будет грех зина, а это может перечеркнуть все его добрые деяния на пути Аллаха, Аллах сматали может на этом крест поставить, он, конечно, сам будет судить, но теме это очень опасно, потому что Аллах сматали говорит, это деяние из мерзости сатаны, и даже не приближайтесь к этому сурали сра, даже не приближайтесь, не то, что не делайте, даже не приближайтесь к зина, не заигрывайте и так далее, потому что зина, я это говорил, еще раз повторю, За 5 минут она не образуется зина, никогда не слышал такого, чтобы молодой человек увидел девушку сейчас полно, раздетых голых, и он ее захотел, допустим, с ней зина сделал, и сразу на нее набросился, вы когда слышали такое? Нет, ну он тогда насильник получается, с головой больной, а что делает? Он с ней пытается познакомиться, завязать знакомство, взять ее номер телефона, договориться о встрече после работы, какой-то у них будет цветочно-конфетный период, когда он будет ее там цветами и так далее уговаривать на самом деле, почему? Потому что ему от нее надо это, то, что он имеет ввиду, и вот они встретились, ну, буквально сейчас молодой человек, тоже один день, наверное, хватает, они встретились после работы, пошли в какой-то кабак, в баре посидели, чашкофе выпили, потом поехали кому-то домой, все, зина произошло, но ведь это сколько часов, они встретились днем, поэтому 5 минут тут нет, поэтому она смотали и говорит, даже не приближайтесь к зина, не то, что не совершайте, совершать зина ты будешь уже потом, а ты его начал делать зина еще тогда, когда ты только эту девушку видел, когда у тебя появились мысли, и ты когда решил с ней познакомиться, себя обманывая, ну, познакомились, там, девушка красивая и так далее, нет, ты уже тогда начал делать зина, ты уже тогда начал делать зина, и в итоге ты его сделал, и поэтому Аллах смотали и говорит, даже не приближайтесь, смысл этого слова так, а если бы было по-другому, он сказал бы, не совершайте зина, это и так понятно, но ты приближаешься зина, даже не приближайтесь, поэтому этот человек, у него сил много, энергии много, и он боится, что он будет делать зина, еще он, ну, хочет найти качество в другой женщине, тех, которых нету в его первой жене, но вместе с тем, говорит этот человек, я ощущаю тяжесть от того, что женившись на второй, совместная жизнь с первой моей женой усугубится, то есть, ну, Ну, как бы, начнет разрушаться, будут проблемы с ней. Так как она категорически против того, что я женился на второй. Какое наставление вы можете дать мне, а также моей жене, чтобы она удовлетворилась этим наставлением? А также, имеет ли она право препятствовать этому мою желанию? Тем более, что я впоследствии буду соблюдать все ее права, так как, хвала Аллаху, обладает достаточным имуществом для женитьбы. Я надеюсь на подробный ответ, так как это дело заботит не только меня, а многих людей. И Шейх и Бенбас, Кахимула, дает ответ. Если это действительно так, то эти вишни, Аллах, дозволил тебе жениться на двух, трех и четырех согласно твоим способностям и нужде. Для того, чтобы ты мог уберечь твои глаза и половые органы от греха, от греха. Но это только тогда, когда ты не боишься, что не будешь одинаково справедлив к ним обоим. Ведь Аллах Матали сказал, если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщин, двух, трех, которые нравятся вам, двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольтесь с одной или невольницами, которые оладели ваши десницы. И также шейх дальше говорит, также приводит Аль-Бухари и мусульным хадисам о том, что поста Николаса сказал, о молодежь, пусть женится тот, кто в состоянии содержать семью, поскольку это лучше помогает потуплять зоры от чужих женщин и оберегает ваши половые органы от запретных половых отношений. А кто же не в состоянии содержания семьи, то пусть постится, так как пост дает то же, что и воздержание или кастрацию в другом хадисе. То есть притупляется желание вот именно незаконной внебрачной связи. И дальше шейх говорит, также это является причиной для увеличения потомства, как шариат побуждает и призывает нас к этому. И со стороны шариата узаконено, чтобы женщина не препятствовала этому, а также, чтобы позволила тебе заключить брак. А тебя шариат обязал тем, чтобы ты придерживался полной справедливости и совершал все то, чем ты обязан по отношению к ним обоим. И все это относится к разделу взаимопомощи, благочестия и богобоязненности. Как это сказал Всевышний Аллах, помогайте друг другу благочестия и богобоязненности. Аль-Маиды 2. То есть ты должен помогать как первой жене быть благочестивой и зайти в рай, так и второй жене. Полностью делить между ними, ну как-то договориться, что удовлетворить первую и вторую жену и делить свое время. Также шейх приводит хадис имам муслим о том, что посланник Аллаху Салям сказал, Аллах будет оказывать помощь своему рабу, пока сам раб оказывает помощь своему брату. Ну это хадис разной интерпретации. Здесь шейх приводит в таком ревайсе. Аллах будет оказывать помощь своему рабу, пока сам раб, этот раб, оказывает ее своему брату поверить. То есть, говорит шейх, если ты помог своему брату, то Аллах поможет тебе так же, как ты помогал этому своему брату. Ведь ты, дальше шейх говорит, ее брат, своей жены ради Аллаха, и той жены, на которой ты женишься. И она сестра тебе ради Аллаха. И Всевышний Аллах уже узаконил вам, чтобы вы помогали друг другу в добре. И приводит Аль-Бухарь и Мусульм, ходим со слов Ибн Омар, ради Аллаху Анху, что посланник Аллаху Салям сказал, Кто находится в помощи нужды своего брата, Аллах находится в помощи его собственной нужды. Видите, сколько побуждений помогает друг другу. Однако, шейх дальше продолжает, Не является условием довольства жены на дозволенность многоженства. Воистину, это требуется от нее для нее же. Для того, чтобы продолжались близкие взаимоотношения между вами в мире и согласии. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он улучшил ваше положение и сделал хорошим ваш конец. Страница 167. Вот такой ответ дал шейх Ибн Бас. И, иншаллах, на этом мы сегодня закончим. Сейчас уже азам будет, уже наступил. И мы видим отсюда, что действительно спрашивают у шейха, как поступить, когда действительно бывает так, что одно и что недостаточный мужчина. И он хочет искать какие-то качества, чтобы не только физическое удовлетворение получить, но еще и психическое, чтобы его нервная система и так далее восстановилась, или он успокоился, и при этом приносил благо для общества мусульман. И действительно можно достичь этим путем. Сколько мудрости и блага здесь. И его жена, конечно, первая должна помочь своему брату. Он же ее муж, ее брат, а он должен помочь ей. И она не должна противодействовать этому. Для того, чтобы зайти в рай. Ведь ее муж, это ее рай, это ее ад. Так что, вот сегодня мы разобрали. И, иншаллах, теперь на следующей неделе оставим дальше разбирание этого вопроса. И, иншаллах, много чего нового найдем. Если есть вопросы после азана, пожалуйста, прошу по теме. Есть вопросы? Нет? Ладно, пусть Аллах тогда будет доволен всеми вами, нами. Пусть Аллах смотрая укрепит нас всех, даст нам мудрость принимать, даже если мы не понимаем какие-то положения шариата, стараться выполнять это все в жизни. И за это, конечно, будет награда от Аллаха. Ведь Аллах сам повелел, он одобрил законоположение. Не только многоженствую, любое, что пришло в шариате. Человек, если будет стремиться и будет это делать, обязательно заработать награду от Аллаха. Ведь Аллах щедрящий, и он слышащий и видящий. Поэтому стремитесь к довольству Аллах смотрая. Смотрите, что у вас в сердце, к чему вы стремитесь. К своим страстям или же к довольству Аллах смотрая. Я почтал, он просил наши грехи, собрал нас под знаменем пророка Мухаммада, и вел нас в рай по своей милости. Субтитры создавал DimaTorzok